МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии во втором части разворота люди, которые работают над этим спектаклем, и мы их представляем. Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Артистки нашей драмы. Светлана Золотарева, ну, кроме того, еще и заслуженная артистка России. Светлана Леонидовна, добрый день. И пока не заслуженная. Марьяна Узун, добрый день. Ну что, давайте сразу сходу будем говорить об этой премьере. Я сейчас хочу сразу же процитировать слова Евгения Юрьевича, сказанной им в середине февраля, когда вас представляли общественности, когда вы пришли на должность худрука. Вот что вы сказали. Вы сказали, что репертуар драм-театра будет в большей степени классический. Петросяновщины в театре ни в коем случае не будет. В основном на сцене зрители будут видеть хорошие русские комедии и мелодрамы. Только так, а не иначе. Театр должен дышать вместе с городом, со своими зрителями. Дело не в костюмах и не в декорациях, потому что главное – это смысл, главное – это идея, главное – это мысль. Вот насколько эта премьера сейчас укладывается в эту концепцию, объявленную Ваней. Слушайте, хорошо сказал ведь. Хорошо, да. Ну, это все последовательные действия в рамках того, что сказано. Значит, данная премьера – это премьера ныне живущего, здравствующего, не побоюсь этого слова, выдающегося драматурга, театрального деятеля Николая Владимировича Калиды. К нему все очень… У тебя все театральный мир, и зрительский мир, и актерский мир относятся очень по-разному. Но отнять того, что это просто человек бешеной энергии, создавший свою драматургическую школу в городе Екатеринбурге, с которой считаются обе столицы, множество учеников его собирают, там, призы по стране, ставятся пьесы и Ярослава Пулинович, и Василий Сигарев, который больше сейчас в кино ударился, и Олег Багаев, пьеса, о которой мы разговаривали, идет, это его ученик. У нас есть тоже его ученица, вот Нина Тадыбаева, зав. литературной части, это ученица Николая Калиды. Она у него сейчас учится. Вот, это его пьеса, она практически как-то нигде не ставилась, вот мы ее нашли, мы ее ставим, сначала прочитали ее в читке, а вот зритель проголосовал практически ненагласно за то, чтобы ее поставить у нас. Вот мы ее делаем. Пьеса «Змея золотая», и надо сказать, что вы анонсировали читки, и вы говорили, что, и это подтверждает как раз слова, которые ты привел сейчас, Володя. Жить вместе с городом. Да, да, да. Что горожане, что горожане будут голосовать за пьесы, которые будут включены в репертуар театра, вот, собственно говоря, это и происходит сейчас. В сентябре прошли читки. Да, читки прошли в сентябре, и тут же мы... Да, да, да. Также у нас была первая такая Марьяна Поля, была читка в мае, потом мы выпустили премьеру в начале сентября, а сейчас у нас прошло, сколько пьес уже? Четыре или пять? Прочитали, обсудили. Одна из них была недавно Пикассо, вот Олега Багаева, она проходила в музее. Подсказывают пять коллеги. А, пять, пять, да. Вот пять. Вот, и когда мы их будем ставить, это сразу же за голову, хватаемся, потому что все практически они рвутся на сцену, и после обсуждения со зрителем и голосованием понятно, что это зрителю очень интересно, то, что они услышали, увидели. Да, а вот хотелось спросить у актеров о театре, у актрис, да, артисток театра, как вам вот эта система, когда ее стали вводить, система читки, голосования, отклика от зрителей, потом введение в репертуар. Это ведь, в общем, не очень стандартная, на самом деле, схема, да, выбора пьес. Как-то так все получилось, гладко как-то. Ну, как-то особый настрой нужен был на читку. Конечно. Внутренний был готовиться. Конечно. Вот все эти четыре дня, вот мы и жили этой пьесой и дома, и на кухне. Новому, неизвестному формату еще доселе. Да, да. Сейчас тоже осознали, пережили уже это. Теперь уже все. Дальше спокойнее будет. А вы, Марина, как воспринили эту историю? Саму пьесу или историю с читками? Историю с читками. А потом про пьесу поговорим. Я все-таки напомню, что при мне читки у нас начались еще при прежнем художественном руководителе, при Константине Владимировиче Солдатове. Просто он делал это реже и, может быть, менее заметно. Кроме того, я не знаю, не помню, была ли там система голосования. Сейчас Евгений Юрьевич вводит это в некую, ну, постоянную, что ли, практику. И мне кажется, вот этот момент голосования, когда зритель решается, не руководитель решает все-таки первостепенно, а именно зритель для начала. Хочет ли он это увидеть на сцене? Хочет ли он купить билет и сходить на эту постановку, когда она будет доделана, и посмотреть эту историю? Мне кажется, это здорово. Мы ведь работаем для зрителя. А как же история с тем, что в театре не может быть демократии, в театре должен быть диктат? Ну, это же все в перемешку, потому что, на самом деле, пьесу-то выбираю я. Ну, да. Материал, начитку, как выставлять, да. Из той самой папочки заветной, в которой там около 30 тысяч пьес, вот, конечно, я не все читал. Но я как-то ориентируюсь в ней и смотрю, потому что принцип выбора пьесы, это, конечно, это интуитивная попытка угадать, почувствовать, что хотелось бы смотреть зрителю. Потому что, как правило, когда спрашиваешь рядового зрителя, они все говорят, конечно, комедия. Мы хотим комедию или костюмный спектакль. Но это все, в общем, в этом есть такой обман, потому что это давно замечено и психологами, и театральными, большими, великими деятелями, и мною замечено, что зритель, он потаенно говорит совсем, его желания совсем другие, нежели он вслух говорит. Это дело формулирует. Поэтому тут угадать внутренние такие истинные желания, это вот самое главное в нашем деле. А как вообще, в принципе, новый материал попадает в поле вашего зрения? Ну, я слежу, если современный, то я слежу за тем, что происходит. Много пишут пьес, как всегда, графоманов во всем мире и она была 90%. Вы их в интернете вот ищете? Есть же конкурсы драматургических, их много проводится, в интернете выкладываются, есть у нас Facebook, есть ВКонтакте. Сейчас поле информационно очень большое. Вот, важно. Ну, есть друзья, товарищи, которые сообщают, говорят, вот пьеса появилась. Вот мы сейчас... Я сейчас... Ненавязчиво намекают, мол, было бы неплохо, если бы вы взяли работу, да? Да, не, ну, намекают и говорят, рекомендуют по-разному или не рекомендуют. Когда злодей не рекомендуют, значит, надо задуматься, что, наверное, надо ее взять и почитать. Вот я... Сейчас у нас по стране идет, значит, уже несколько было читок и уже превратились эти читки в спектакли. У нас такая молодая дарование питерское, как ее зовут, не помню, а не Кеева, по-моему, да? Букреева, да, Анастасия. Она написала потрясающую пьесу, называется «Ганди молчал по субботам». Вот она... Я ее просто увидел. Название уже... Потрясающее название, обещающее, да, и мы обязательно ее прочитаем, потому что мимо такой пьесы, мне кажется, нельзя пройти мимо. Что касается пьесы «Змея золотая» и премьеру, которую мы ожидаем уже в ближайшее время, о ней сегодня идет речь, пьеса Николая Калиды, напоминаю, там в анонсе говорится о том, что сюжет классический, молодой парень соглашается пожить с богатой взрослой дамой за деньги. Ничего себе классический подумал я. Да, и я... И я тоже самое подумала и удивилась, что горожане проголосовали за этот сюжет. Ну, где Киров и где, собственно говоря, вот эта история там, да? Ну, окей, большие города, куча историй, которые нам показывают по центральному телевидению в разных ток-шоу, как раз освещающих эту тему. Почему в Кирове местные жители выбирают такую тему? Мне казалось, что она совсем-совсем не про нас. Молодая девушка за деньги с богатым мужчиной с перспективой выйти замуж или без нее, это сплошь и рядом, пожалуйста, в любом городе любого размера, и это классическая история. А вот парень, может быть, нет. Однако, посмотрите, голосование, три четверти пришедших проголосовали за нее. Вот я сейчас хочу как раз спросить Марианны, вы сюжет этот действительно воспринимаете как классический и довольно стандартный для нашей жизни или все-таки нет? Нет, я нет. Но я не знаю, я не знаю, почему так зритель проголосовал. Когда мы брали эту пьесу на читку, я для себя сразу сделала вывод, что она такая провокационная, очень ломкая, острая, и я не знала, я даже не предполагала, какой будет исход, оставим мы ее в работе или не оставим. Я об этом не думала, мне нужно было выходить через три дня перед зрителем. Но когда зритель ее оставил, опять же, я не знаю, я не могу сказать, что я очень удивилась, потому что, мне кажется, зритель приходит в театр за... мне хочется так думать, и я надеюсь, что так есть, все-таки за пищей для размышлений, за эмоциями, за тем, чтобы подглядеть за какими-то острыми эмоциональными проявлениями других людей, подглядеть за тем, что они... что не каждый человек себе может в жизни позволить, а у артистов есть такая привилегия. И поэтому вот я как-то не удивилась, но выбрали и выбрали, значит, это кого-то задевает, значит, это кому-то интересно. И может быть, я не знаю, может быть дело в пьесе, в материале, может не в материале, может быть дело в том, что мы своими персонажами, образами как-то заинтересовались, зацепили. То есть именно не материалом, а тем, как мы его через себя трактуем, пропускаем. Да, мне казалось, что во многом люди ищут в этих пьесах, в пьесах, спектаклях, в фильмах свою историю. Они пытаются себя ассоциировать с кем-то из героев. Только так. Поэтому еще у меня вызвало удивление, этот выбор вызвал, да, что... Ну там же ведь речь идет не столько об этом, что вот... А мы не знаем, мы в Володе не были на читке, поэтому сейчас вы бытываю. Рассказывают. Здесь идет, конечно, вопрос о ценностях, прежде всего, человеческих. Что главное в жизни? Это внутренние ценности, шкала ценностей, да, деньги или все-таки, ну как бы, как бы это ни пафосно не прозвучало, мораль, нравственность, порядочность, любовь, духовность. Духовность, да. Выбор идет вот в этой шкале, а я здесь должен сказать такую вещь, по моим наблюдениям, там, да, это, конечно, классический сюжет, потому что у Островского встречается, то у Шекспира встречается подобного рода сюжет и так далее, бесконечный, потому что он из жизни сюжет. Просто, когда девушка и богатый, этакий пожилой купец или богач, это как бы более на слуху это видно, а вот то, что богатая, пожилая, или там, этакий опытная женщина и молодой человек, это не на слуху, это не видно, как правило. Мы не видим этого. Но это есть. Это будет скрыто. Это кругом и всюду. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. У Драмтеатра премьера 15-го числа «Змея золотая» мы говорим об этой премьере. Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского Драмтеатра. У нас в гостях Светлана Золотарева, заслуженная артистка России, актриса Кировского Драмтеатра и Мариана Узун, актриса того же театра. Мы разбираем пьесу, которая будет представлена широкой публике 15-го, 20-го, 27-го, 30-го, 30-го ноября. Это премьера пьесы, за которой проголосовали сами зрители и жители этого города «Змея золотая» автор Николай Коляда. И раз уж мы говорим о том, насколько типична эта история, насколько она интересна и почему так проголосовали, вот еще Светлана Леонидовна не высказалась по этому поводу. Я хочу сказать о своей героине, почему она меня заинтересовала. Героиня – это та самая золотая змея, дама в возрасте, которая пытается снять молодого человека. И вот этот вот съем для меня был, это не самое главное. Хорошо, мы называем вещи своими именами, пошли мы сюда съемки. Ну, оно так и есть. Для меня было главное, там есть, она в начале появляется и в конце, что с ней произошло внутри. Дама обеспеченная, имеющая много денег, живущая в роскоши, у нее есть муж, у нее есть дочь, у нее есть все. А, то есть она не вдова? Нет, у нее есть все. И поэтому, чем я могла оправдать свою героиню, только тем, что она действительно первый раз в жизни испытала чувство любви. Иначе нет смысла тогда играть эту роль. Просто взять и соблазнить молодого мальчика. Ну и что? Ну, соблазнила. Всякое бывает. Заплатила. Очередная выигранная партия. Да, вот и все. Я думаю, это происходит у нее не каждый раз, не каждый день, не каждый месяц, не каждый год. Это я думаю так про свою героиню, что это первый раз в жизни у нее случилось. Это первый, единственный случай в ее жизни, за который она хотела удержаться. Ей было это очень дорого, но она не смогла. Она поняла, что за деньги любовь не купишь. Поэтому для меня вот именно этим ценна эта роль, эта работа. Вы, Евгений Юрьевич, согласны с таким подходом? Абсолютно. Действительно, настоящие чувства проснулась. Нет, ну там, конечно, в этом же все и дело, потому что думала, что не думала, что так, думала, что поразвлекается, купит. Человек, обладающий деньгами, он думает, видимо, что-то меняется сознание, невидимо, а точно, у человека, у которого много денег, он думает, что можно купить все, в том числе и любовь. И оказывается, ну, кажется, нет. Как думаете, Евгений Юрьевич, женская история и мужская история вот в этом отношении, она отличается или нет? Или это вот действительно абсолютно общая история для всех? Мне кажется, что общая, потому что там же есть мужская линия, есть женская, переплетающаяся. Он же соглашается, он же не хотел, согласился, там же с ним происходит серьезный катаклизм. И с той девушкой, которая его невеста, которую исполняет Марьяна Узун. Ну, сейчас невеста за тебя скажу. Там получилось две змеи золотые. Какая из них настоящая, неизвестна еще. А девушка в курсе была этой истории? Они совместные решения понимали? А вам вот прямо все что-то рассказать. Я, вроде, с фойлером. Стоит и рассказать, но она сама кто-то толкнул-то в объятия. Именно невеста. Она говорит, иди, заработаешь денег на свадьбу. А, я так и подумала. То есть она его пилила все время, что-то там получается? но подложила, вот так грубо скажу. Она же думала, что все обойдется, он заработает денег на свадьбу и все, он вернется к ней. Оказалось, нет. Человек, который попал в этот капкан, у него изменения пошли. Он почувствовал эти деньги, роскошь, почувствовал до все дозволенности, и она ему стала не нужна. Так, Марьяна, если у вашей коллеги, героини, да, у вашей коллеги, искреннее чувство, а ваша героиня, она что испытывает? Она видит, как средство заработка, реализацию своих каких-то? Или она тоже его искренне, в общем-то, так полюбливает? Я не хочу всю линию роли... Искренне полюбливать. Не хочу всю линию роли раскрывать, но скажу так, ну, скажем так, в качестве исходных предлагаемых обстоятельств у этой роли, у этой героини следующая ситуация. Девочка обделена любовью, вниманием, воспитанием, деньгами, хорошей едой. Всегда, с детства, всем обделена. И ее единственная задача это выжить, вырваться. Ей нужно хотя бы первую ступень этой пирамиды потребности выполнить. И жизнь вот эта, жизнь в материальной нищете, вот в прямом смысле, вот жизнь в нищете, в дыре, она порождает какую-то духовную нищету. К сожалению, так сложилось, ей не повезло. Поэтому вот эта возможность, деньги дадут, денег любым способом, и тогда можно вырваться, вырваться из этой пышмы, где они живут, работают, едят, ничего дороже, доширак, простите, не ели, денег дадут, и можно сделать другую жизнь, будет небо в алмазах. В ее случае бытия определяет сознание, вот на этом этапе ее жизни так и произошло. Вот пока так. Мне уже жалко вот этого мальчика. Почему ты сразу мальчика жалеешь? Потому что мы мальчики. Потому что мы мальчики. Потому что такая солидарность, когда ты оказываешься между героинями. Кстати, я читаю на сайте Калейда Театра, где, собственно, постановка эта идет с сентября 17-го года, действие происходит в банальной шиномонтажке. А у нас как? Уже там, да. То же самое. Действие пьесы происходит в шиномонтажке, дама прокалывает колесо уже в пятый раз и его ремонтируют, а мальчик его ремонтирует. Вот она таким образом его заезжает. Снимает. Как минимум два музыкальных либо двух очень известных исполнителей российских. Да, да, да. Есть перекличка? Нет. Нет? Там у нас другая история. Но надо сказать вот что. Ведь постановщик этой истории не я. Я вот, в общем, над всем этим художественный руководитель, что называется, а ставит Елена Ушатинская. Да, да. Там должно быть обозначено на сайте, вернее, на сайте у нас написано. Написано, написано, да. А я сейчас представляю, ну, как бы, вот, прежде всего, как бы, весь проект и театр ставит. Ну, посмотрим, что получится. Она делала эскизы, она делает спектакль. Город небольшой, очень на монтажка. Это какой-то большой город Москва. Пышма, это Свердловская область. Это Свердловская область, Так написано у Калиды. Пышма, это пригород. Вот, пригород вот так же, как Нововятск. Ну, Нововятск, он район областного центра. Ну, мы понимаем, о чем это. Ну, примерно так. То есть мы можем сравнить обстоятельства с кировскими обстоятельствами, с нашими местными обстоятельствами. Да, ну. У меня просто там другой вопрос. Она нарушенно в пятый раз прокалывает колесо в поисках приключений, что называется. Очень стандартно. Вот с первого раза не реагируешь, с второго раза не реагируешь, с третьего раза не реагируешь. Потом поняла, наконец. Нет, потом она прямо сказала. Это часто случается. Ну, недопонимает человек. Надо объяснить. Надо объяснить. И не сразу соглашается, наверное, да? Конечно, не сразу. Вообще не соглашается. Вообще не соглашается. Его толкает вот маленькая. Его толкает ее, да. Змейка. А вот эта сцена есть, когда главная ваша героиня, Стану Леонидову, выкладывает ему, что ей надо? Да, конечно. Что вам надо? На чистоту. Без всяких, чтобы, да? Без вопросов, чтобы... Любопытно. В данном случае она чиста. Да. И честна. Абсолютно. И она и девушке тоже самое выложила. И девушке честна. А вы там когда? Мы встречаемся там. Там интересное сознание у людей. Оно, правда, потрясающее, как и ледой схвачено. Он человек опытный, все это видал. Человек, которому много денег, он же не церемонится. Я тебе говорю, столько-то, ты мне дай вот это. Все. Какие проблемы-то? Искренне абсолютно считаю, что у человека есть ценник. Да, ценник есть. А девушке она говорит, я же его не на совсем забираю. Договорились вообще. Разыграли парня. Ну, в смысле, товар такой. Да, и все бы ничего, если бы не вмешались чувства у всех троих. Потому что у девушки у одной просыпается, у другой просыпается, и у него просыпается. Вдруг. Не скажем кому. Вот здесь точно нужно сохранить. И у всех просыпается чувство. А тогда что важнее, что главнее? Деньги или чего? А вот то, что просыпается, оно и важнее. Вот скала ценностей, пожалуйста. 16+, кстати говоря, тема очень важная для как раз формирования мировоззрения молодого человека. И понятно, что тут, может быть, даже и нет смысла ходить. Часто мы говорим, надо ходить с семьями, потом обсуждать эти вопросы. Здесь совершенно не обязательно. Молодые люди после 16 вполне могут сами эту историю переварить, потому что в любом случае последние несколько десятилетий как раз ценность денег и отношения, которые выстраиваются вокруг денег, в общем, пропагандировались достаточно активно со всех экранов. И сознание наше немножечко изменилось в связи с этим. Ну а результат-то всегда один и тот же. Всегда. Не важно, в каком обществе ты живешь или какие-то деньги. Да, не важно, где, в каком обществе, в какой стране все равно происходит именно это. Потому что вмешивается чувство, вмешивается именно потому, что внутренне, потаенно каждый человек понимает, что жизнь конечна, и деньги с собой не заберешь. А вот то, что связано с отношениями между людьми, с чувствами, это самое главное. И вот как же тогда характеризовать этот жанр? Что это? Мелодрама. Чистой воды – это настоящий, чистый, это прекрасный жанр. У нас немного затертое это слово, оно превращено в какое-то… Мельную оперу в основном. Мельную оперу, да. Но это мелодрама. А с точки зрения остроты диалогов, их интеллектуальной насыщенности, вот их какой-то такой… Нет, насчёт интеллектуальной это слово. Юмора, вот какие-то такие ходы. Что ещё можно там найти? Почему, по-моему, это Мелодрама? Мне кажется, что это недооценённая, не до конца дооценённая у Калиды пьеса, потому что она в этом… Это мы хороша, о чём вы говорите. Там есть и интеллект, есть и фотографическая… обманчивость фотографической жизни, там изображение натуралистическое, потому что это обманчивость. Здесь заложена большая метафора, большая, потому что то, что маленькая змея – это то, с чего начинала большая змея, да, с компромиссов, да, и в этом есть вот зацикленность, есть как бы круг закончен, круг завершился, вот, и то, что касается диалогов, придуманная история, мне кажется, она замечательная, она прекрасная, она как раз вот про нас. Прервёмся сейчас на две минуты, у нас реклама, и продолжим разговор с нашими гостями из Кировского драматического театра. Премьера спектакля «Змея золотая» в Кировском драматическом театре состоится вот уже 15 ноября. Мы о ней говорим с гостями нашими, Евгением Ланцовым, художественным руководителем Кировского драматического театра, Светланы Золотарёвой, заслушанной артисткой России, актрисой театра, и Марианной Узун, актрисой кировской драмы. И тут в перерыве как раз заговорили о декорациях, и я подумала, что, может быть, взяли и считали прям какой-то очень узнаваемый шиномонтаж в Кирове, чтобы ещё сильнее приблизить обстановку, а потом мы с Евгением Юрьевичем обсудили, что одна шиномонтажка похожа на другую, одна молодая девушка похожа на другую. Я почему-то сразу, это, наверное, может, несправедливо, но я почему-то сразу представила, у нас есть такой прям символ вот такой жизни, откуда люди пытаются выбраться, вырваться в Вересники, район Вересников. Прям вот просто знаю девчонок, которые оттуда выбирались, но я знаю по профессии, работая усердно просто сами. Вот таких вот случаев особо мне не попадалось, хотя наверняка они там есть. Ну и да, и тема-то очень, конечно, попсовая, раскрученная, про шиномонтаж, ну потому что машины сила, мужчины, которые с руками и могут что-то отремонтировать, женщины, которые требуются помощи, неоднократно уже в клипах известнейших российских исполнителей зафиксировано. Мы тут вспоминали группу «Ленинград», группу «Звери» с этой историей. Она такая, действительно, в этом смысле довольно классическая теперь уже по сюжету. Музыкальное сопровождение нас всегда очень интересует. Я не знаю... Красный «Ленинград» и есть там у нас. Да, вы что? Ну вот видите как. А что, простите, есть творчество? Нет, а там все... Да я не помню, как она называется. Это музыка в шиномонтажке звучит, да? Ну это как бы музыка спектакля. Это не там звучит, не из приемника. Звучит «Ленинград», вот связанная там «Миллион алых роз», там переработка у него есть у Шнурова. Ух ты! А это что решение было? Это Лена Ушатинская придумала. Ну давайте поговорим про актера, который исполняет роль вот этого. Работника «Ленинград» на монтаже. Валентин Бузанаков, он у нас вот появился... Это новичок, в 2018 году он появился, да? Да, в сентябре появился, да? Вот сейчас у нас он сыграл вот... В уроках французского? В уроках французского. Мне кажется, удачно. Значит, мне кажется, это, в общем, приобретение. Сколько это парня? Сколько ему? 22 года. Он закончил в прошлом году. Екатеринбургский государственный театральный институт. Да, да, да. Слава Велоусова мастер у него. Мой хороший знакомый. Мы с ним много работали. Потом он год работал у Калиды в театре и приехал к нам. Он позвонил, попросился. Я его посмотрел. И вот он такой своеобразный, интересный. Мне кажется, перспективный артист. И судя по тому, как он сработал на уроке французского, ну, в общем, коллеги его приняли. Валентина, нет, к сожалению, еще до сих пор фотографий на сайте Кировского драматического канала. А то бы я сейчас дал возможность женщинам обсудить. Да, да, да. Красивый, высокий, блондин. Да, блондин. В общем, все там есть, да, Светлана Яйдовна? Все там есть. Метр девяносто. Нормально? Ой! Вообще. Добили. Если читать, да, в пресс-релизе указано Светлана Золотарева, Ольга Цивилева, Галина Марина, Светлана Лаптева. Кто еще эти женщины? Кто они там? Какие еще роли у них? Светлана Лаптева исполняет ту же самую роль, что и Марьяна Узун. Значит, Ольга Цивилева и Галина Марина это одну роль они исполняют. Это там такая вот, назвать ее уборщица, назвать ее, ну, вот такой вечный персонаж, которая все это видела, испытала и так далее. Она говорит девочкам, ну, девочки, в общем, все это было, вы не первые в этой жизни. Ну, такой вечный персонаж, можем так называть. То есть, сама история, которая разыгрывается, он все это знает. Она на ее глазах, и она это видит, и она говорит, что, в общем, я это все видела. Если вы думаете, что вы здесь в первый раз с ним сталкиваетесь, то все это было со мной, не только со мной. Ну, это я, как бы, говорю не теми словами роли, которые говорятся там, но я же пересказываю свой смысл. И, значит, есть там, у нас такой еще там персонаж, это живая крыса. Вот. Мертвая крыса, наверное, неинтересно. Хорошо, что предупредили. Внимание. Живая крыса, вот он любит эту крысу, он ее воспитывает, он ее у нас не живет, этого персонажа. Это единственный человек. Да, единственный персонаж. И, может быть, человек в этой теме. Кстати, изначальный текст пьесы Николая Владимировича, вы вот его в таком виде и ставите? Ну, конечно. Какие-то доработки были? Нет, у нас всегда есть какие-то нюансы. Где-то порезали, где-то добавили. Ну, в общем, это с любой пьесой практически происходит, за редкими исключениями. Вырезаны были какие-то несущественные, да, на ваш взгляд, моменты? Или наоборот? Нет, тут нельзя сказать существенные, несущественные. Я передам слово, вот расскажут, а актрису. Давайте. А то я, конечно, перехватываю. Подключите, пожалуйста. Не зову говорить никому. Убирались вещи, которые повторяются в основном. То есть мысли повторяются. То есть на ваш взгляд достаточно вот одного раза, когда... Да, и есть вещи, которые можно сыграть, не обязательно об этом говорить. Вот это убиралось. Да, да, да. Поэтому корректировалось. Такая классическая доработка. Чуть-чуть корректировалось пьеса. Всё, мне кажется, что мы хорошо заинтриговали сейчас наших слушателей. По крайней мере, я точно уже мысль побежала. И хочется посмотреть, конечно, спектакль. Напоминаю, 15, 20, 27, 30 числа. 16 плюс возрастное ограничение. Ну вот надо же сказать, что после осенней читки сентябрьской и вторая пьеса «Однорукий» из «Спокана». Да, я собиралась с «Спокана» сказать. Ну ладно. Да, Мартина Макдонаха тоже получила признание и тоже... Абсолютно. Зрители сказали, давайте ставьте. Да. Давайте про планы хотя бы до конца года ещё поговорим. До конца года у нас есть. Мы её не успеем до конца года, но на весну я планирую «Однорукий» и «Спокана» работать. Потому что это тоже потрясающая пьеса, потрясающий драматург. Это уже практически такая всемирная извинитость. Он и киносценарист, и кинорежиссёр Мартин Макдонах. У нас есть тут театр неподалеку, который у моста в Перми, который поставил все его пьесы и делает фестивали в Макдонахе и так далее. Серёжа Федотов. Вот эту пьесу будем делать, потому что, мне кажется, она выдающаяся, она интересная, она потрясающая. Ну о чём расскажите? Ну это сложно. Там какие нюансы затрагиваются. Духовные и недуховные жизни. Можно секундочку просто скажу? Мартин Макдонах, автор семи пьес, постановщик трёх полнометражных фильмов. Ты, Володя, не можешь не знать. «Залечь на дно в брюге», всем известный. «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга». Ты его представлял в рамках фестиваля. Он лауреат премии «Оскар», номинации «Лучший короткометражный игровой». Шестезарядник, да. Да, прекрасный британско-ирландский кинорежиссёр и сценарист. Да, 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 да. Именно так. К весне ожидаем. К весной, да. Ну, до лета, короче, мы должны справиться с этой пьесой. Вот, мне думается... Я принципиально не хотел бы сейчас говорить об этом, потому что в трёх словах это не скажешь. Это вы... Да, про пьесу. По мою просьбу, про суть пьесы, да? Про суть пьесы. Но то, что она очень человеческая, и как бы это ни странно звучит. Вот она... Вот я сейчас скажу такое слово, на драку собаку называется. Она... В Макдонах пишет практически все пьесы про свою Ирландию родную писал. И у него, значит... Он патриот. Патриот абсолютно. Как и у Ирландии. Ирландец, да. Это у них обострённая, да. Это единственная пьеса, написанная, где действия происходят в Америке. И она, в общем, очень серьёзная и сильно антимериканская. И тема поднимается именно эти же деньги. И шкала ценностей, скажем так, да? Это что главное, ради чего стоит жить. Вот как бы основная такая очень гуманистическая пьеса, как бы это ни пафосно звучало. А что касается последующих читок, их дальнейшей судьбы? Вот я вот упомянул в начале. Вот в этом у нас сейчас пока сложность. Сложно сказать. Но все пьесы рвутся на сцену. Все пьесы, я не ожидал, честно говоря, что они все пойдут вот таким образом за них будут высказываться, голосовать. И на обсуждениях очень хорошо говорили. Потому что у нас есть и «Лунная дева», и «Конкистадор». Это пьеса была читка об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве. У нас была пьеса «Той бельё, демон». Это лауреата Нобелевской племени Исаака Зингера. Значит, они все вот как-то получились. Здесь Олега Багаева пьесу «Пикассо», я уже упоминал. Но вот они все рвутся на сцену. Я думаю, что мы будем как-то планировать не в том, так в следующем сезоне. В 2020 году мы обязательно их сделаем. Ну, просто вы начали вот эту работу, да, организовывать читки. Интерес же, надо подогревать и дальше продолжать. И читать будем дальше. Если вы почувствовали такой хороший обратный отклик, то безусловно. Будем продолжать. У меня есть достаточно много пьес, которые лежат в этом отдельном портфельчике, которые надо читать. Вот так. Возможно, еще какие-то новые форматы работы со зрителями у вас зреют. Вы о них подумываете. Что это может быть? Ну, вот нового в этом мире под лунном, под солнечным, значит, изобрести невозможно. Все когда-то пробовано. То же самое, как читки. Я, например, этими читками разных театров занимаюсь с голосованием с 2004 года. Вот давно уже. И наделал их много. И эта форма... А голосование так для людей непосвященных там прямо вот руку поднимают? Нет, нет. За кого голосуют? Как это проходит? У нас стоят две коробочки. И на выходе из... Голосование тайное такое. Да, да, да. Они опускают в эти урночки. На одной урночке написано на коробочке, значит, довести до ума. А на другой написано забыть, как страшный сон. Так что... И третья еще нужна. Да пусть будет. Да, да, да. Нет, но... Ей была третья, но мы ее убрали. Третья называлась оставить как есть. Ничего не делайте, не трогайте, вот так и играйте. Но это провокация, потому что оставить так нельзя никогда. Но надо все равно превращать спектакль, репетировать точно так же, как обычно. То есть с листочками. Ведь фокус этих читок в том, что... Значит, артистам страшно, особенно, кто первый раз это делает. Как это я буду выходить на зрителя, а у меня роль в руках. Вот я ее читаю, да, играю, как бы читая. Да, подаю пьесу, как бы читая. Это страшно. Но парадокс в том, что если артист понимает, что он делает, если он разобрался в пьесе, в роли, то зритель через максимум пять минут забывает про эти листочки. А потом на обсуждение говорит, а зачем их убирать-то? Вы с ними-то играете, это же хорошо. И в этом смысл есть. Мы не заметим, мы это выпустим из вида. Пусть будут. Хорошо, у нас есть считанные секунды. Да, мы должны вот что сказать. Мы обязательно расскажем о репертуаре драматического театра еще неоднократно в этой студии будем говорить. И, наверное, разыгрывать в том числе и билеты, что мы делаем в программе «Культ поход» по пятницам. По пятницам с 12. Потому что будет ведь и новогодняя специальная программа, которая касается и взрослых, и молодых, и маленьких совсем. Но это уже в «Культ походе» будем говорить. А так еще раз даже напомнить, что 15 ноября на малой сцене Кировского областного драмтеатра состоится премьера спектакля «Змея золотая». Малая сцена, товарищи, небольшая. Билетов меньше. Можно сказать сразу. 16 плюс. Еще раз напомню. Да, да. Благодарим наших гостей. Евгений Ланцов, Светлана Золотарева, Марьяна Узун. Дневной разворот завершен. Владимир Сметанин и Светлана Занько. Мы прощаемся с вами. До свидания. Через 20 минут программа «Особые мнения». В гостях у нас вице-спикер УЗС Владимир Костин.